здравствуйте с вами выпуск активистских новостей команды активатики и я вам сегодня расскажу про совершенно невероятно красивую акцию которая произошла в башкирии 12 мая представьте себе что там рядом с горой таратау 3000 человек взялись за руки взяли огромную ленту в виде цветов своего национального флага и встали в такое кольцо чтобы сохранить свою любимую гору дело в том что гора таратау это уникальное место она входит в природный комплекс шаханы а тем временем тдк сода собирается производить в этом месте промышленные разработки добывать там известняк и это очень не нравится местным жителям вот почему они приехали к месту проведения акции целыми семьями и честно говоря вот представьте себе что это это не города это далеко от города и что то что туда добралось три тысячи человек ребята это дорогого стоит акция очень классно но пока путин у нас оккупирует крым тем временем китай тихой сапой оккупирует сибирь забайкальский край и бурятию что же получается получается что весь профит да с таких сделок получают китайские инвесторы лесозаготовщики потому что они выводят всю подчистую древесину что-то получают чиновники и правоохранители которые крышуют этот местный который крушают этот бизнес какие-то небольшие деньги получают местный бюджет но эти деньги до народа как вы понимаете не доходит потому что что получают местные жители они получают совершенно разрушенный образ жизни иркутская область это вообще то на самом деле первое место она занимает по лесозаготовкам и сейчас вот весь этот лес им пользуются не россияне им пользуются китайцы все уходит туда один из жителей баханского района иркутской области сергей левченко сказал об этом так это уничтожение основ жизни людей в конечном счете нечто схожее с последствиями атомной войны разница лишь в том что война сразу уничтожает все живое на земле а экологически вредные действия приведут к тому же но медленнее освоение лесов ведет и не к повышению благосостояния людей а к разрушению уклада и образа жизни местного населения в настоящий момент китайская компания добивается того чтобы ей на 49 лет в аренду дали обширные лесные угодья и настоящий момент компания у мтк дженький уже подобрала себе обширные лесные участки в южной бурятии площадью 226 тысяч гектар реализация этого проекта рассчитана до 2024 года закаменский район и в южной бурятии на которые положили глаз китайские инвесторы он очень ценен с природной точки зрения потому что там произрастают кедры очень много различных даров природы в виде там диких ягод грибов и местные жители которых государство наше естественно никаким образом не поддерживает они живут за счет этого леса вот почему собственно говоря они очень против вот этой вот китайской оккупации своей земли и они совершенно не готовы сдавать свои земли китайцам на сегодняшний день они организовали настоящее сопротивление но прежде всего они запустили петицию которая уже собрала 45 тысяч подписей в городе закаменске на встрече с правительством бурятии местные жители требовали не отдавать в аренду китайцам свою землю свои леса и власти испугались протестующих активистов и на этой встрече было подписано следующее решение не предоставлять в аренду для заготовки древесины и пиломатериалов лесные участки о мтк дженький на территории закаменского района данный документ опубликован и жители уже праздновали победу но рано в тот же вечер они с удивлением по каналу россия 1 увидели что оказывается во время встречи с жителями было принято решение производить вырубку леса только на тех участках которые не которые не являются сакральными местами то есть получается что власти просто обманули на встрече они подписали документ о том что вообще не будут переданы леса в аренду а по телевидению прошла другая информация что не будут вырубки только вот таких специальных сакральных местах но как вы понимаете сакральные места они составляют ничтожно малую долю от всех лесов которые собираются передать китайцы и следовательно полу получится вот такая вот выжженная земля пустыня где проходят сплошные рубки с маленькими вкроплениями вот этих вот сакральных лесов но это конечно же издевательство и в ответ на этот обман 14 мая в улан-удэ активисты вышли с решительным протестом против того чтобы их землю сдавали китайцам полиция жестко разогнала эту демонстрацию и 11 активистов были задержаны совершенно по-разному отреагировали на протест бурятии местные власти и китайские инвесторы и если глава бурятии алексей цигенов обвинил во всем неких там отдельных товарищей решающих свои предвыборные интересы то представьте себе что генеральный директор ооо мтк дженкей лишь убо попросил правительство бурятии поискать другой участок для их проекта вообще конечно это удивительная ситуация когда какой-то китайский инвестор слышат протест в россии лучше чем местная власть когда власти не слышат мирного протеста то они тем самым провоцируют более радикальные формы протеста и это собственно говоря сейчас происходит в ядро дело в том что там где-то начиная с апреля месяца развивается такое настоящее партизанское движение ну как вы понимаете совершенно не от хорошей жизни потому что просто не слышит мирных требований совершенно законных требований граждан что там происходит в апреле неизвестный мужчина напал с топором на мусоровоз который вез как раз вот мусор на свалку ядрова 12 мая произошло вообще уже очень серьезное событие опять же какой-то неизвестный человек обстрелял водителя мусоровоза из гладкосквольного ружья и водитель получил ранение а в ночь на 14 мая тот самый новый участок свалки ядрова который так издевательски был открыт властями для ввоза новых порций мусора был подожжен причем те патрули полиции которые сейчас постоянно циркулирует на свалки ядрова они не могли ничего обнаружить и один из акционеров полигона ядрова алексей волошин заявил что люди боятся работать на свалки ядрова они боятся стрельбы они боятся поджогов ну и правильно делают хочу вам сказать и алексей волошин заявил что они подумывают уже о том чтобы вообще закрыть эту свалку и правильно я хочу вам сказать алексей вы думаете в верном направлении закрывайте скорее свалку и давайте уже решать этот вопрос со свалкой цивилизованно как а вот я вам приведу пример как это решают например в сеуле в южной кореи есть такое место где река не рекультивировали бывшую свалку хонгичхон и превратили ее по-настоящему в цветущий сад представьте себе что 78 года прошлого века там копился мусор и накопился вообще очень так серьезно 100 метровая гора получилась тоже очень зловонная которая совершенно не удовлетворяла местных жителей которые вокруг жили что сделали власти сеула они отвели трубу со свалочным газом сметаном от этой свалки и теперь ближайшие кварталы отапливаются будут еще отапливаться несколько лет именно вот этим газом с этой свалки потом они привели полностью рекультивацию земель вот этой вот 100 метровой горы и организовали на этой горе огромный парк и вы себе не представляете я была в этом месте и вы себе не представляете какое количество желающих со всего мира приезжает на это место представьте себе что вот из этой паршивой свалки они сделали настоящий цветущий сад место притяжения туристов опыт сеула показывает что мусорную проблему можно решить цивилизованно безопасно и выгодно для людей ты Продолжение следует...